Дорогие друзья, сегодня на полях интернета, а также печатных изданий, можно встретить много сомнений, которые высказываются вокруг учений и вокруг самой фигуры Абу Мансура Аль-Матуриди. Именно поэтому, чтобы представить о нем правильное представление, мы начинаем серию своих программ, которые называются «Так говорил имам Абу Мансур Аль-Матуриди». И самое главное сомнение, которое высказывается вокруг его учения, это якобы имам Абу Мансура Аль-Матуриди, это был только калам, и он ни к Курану, ни к Суни не обращается в своих книгах. Давайте почитаем, как был на самом деле. Итак, имам Абу Мансура Аль-Матуриди по этому поводу в своей книге «Китабы Тавхид» пишет следующее. То есть имам Абу Мансура Аль-Матуриди говорит, что в этом мире у всех народов должна быть религия, должна быть одна единая идеология, потому что она их объединяет, она их собирает воедино. И вот у этой идеи, у этой религии имам Абу Мансура Аль-Матуриди говорит, есть два источника, на которые она опирается. Один из них «Ас-Сяма» — это предание, слышимое предание, и второй «Алякль» — разум. Таким образом, мы видим, что имам Абу Мансура Аль-Матуриди на первое место ставит предание, а на второе место — разум. И по поводу преданий имам Абу Мансура Аль-Матуриди говорит следующее. Амбассура Аль-Матурид говорит, что манитуриди говорит, что имам Сяма Абу Мансура Аль-Матуриди говорит, что он истинит, а в правительный дом. То есть имам Абу Масур, аль-Матуриди говорит, на предание опираются абсолютно все. Каждый, у кого есть какая-то идеология, какая-то религия, он опирается на предание. То есть имеется в виду, у христиан свое предание, у идиев свое предание. И даже те, кто распространяют разные сомнения, заблудшие, невежественные люди, они тоже апеллируют к преданию. И на предание опираются даже правитель, говорит Абу Масур аль-Матуриди. Почему? Потому что это им дает возможность держать в узде, в подчинении своей народы. И, конечно же, пророки и мудрецы тоже опираются на предание. И в данном случае имам Абу Масур аль-Матуриди подразумевает, конечно же, Коран и Сонну, которые он будет приводить в качестве дудов на остальных страницах китаба. И в данном случае имам Абу Масур аль-Матуриди, говорит Абу Масур аль-Матуриди, то есть имам Абу Масур аль-Матуриди. Говорит, что если мы посмотрим с точки зрения разума, то разум нам говорит о том, что этот мир создан для вечности. Почему? Потому что если бы человек в этом мире просто жил и умер, и больше никакого продолжения нет, в этом нет никакой мудрости, говорит имам Абу Масур аль-Матуриди. Поэтому разум требует, чтобы мир имел вечность. Соответственно, раз мир вечен, значит, он создан для чего-то. А для чего? Для того, чтобы человек по результатам жизни в этом мире нес ответственность за свои деяния и получил либо награду, либо наказание. Таким образом, мы с вами убедились, что имам Абу Масур аль-Матуриди использует в качестве доводов в первую очередь священные тексты, то есть Коран и Сунну. Но и на втором месте стоит разум. Почему? Потому что без него тоже никак не обойтись, так как в дискуссиях с теми сектами и течениями, которые Коран и Сунну не признают, без разума не обойтись. Ас-Саламу алейкум и рахматуллахи баракатуху.